Всем привет! Сегодня хочу немножко рассказать о наболевшем мире фронт-энда. На прошлом Ruby Meditation я рассказывал о Hyperloop. Это не вакуумный поезд был и правил на масках. Это вот такой фреймворк, complete isomorphic Ruby framework. То есть это полностью рубичный фреймворк, который конвертирует весь код потом в JavaScript. И в принципе он неплохо работает, но он такой более рисоподобный и хочет все делать в одном проекте и такой тяжелый. Поэтому сегодня я расскажу про другой фреймворк, он более легковесный. Называется Nezita. Вот такая принцесса у них на логотипе. Его написал вот некий Михаил Кальбарчик. Довольно-таки давно начал. И понемногу его монтанит, но особо им никто не пользуется, поэтому интересно было рассказать миру вот о нем, вот этому фреймворку. Какие здесь особенности? Он простой и легковесный, построен на библиотеке Virtual DOM вместо React. Для этого проекта есть Live Reload, по дефолту есть Lemisus и вся Ruby экосистема. Как им пользоваться? Устанавливаем гем, прогоняем генерацию нового проекта и в принципе запускаем сам сервер. Вот так выглядит структура проекта. Здесь основная папка app, в ней есть application.rg, главный файл и папка компонентов. Также есть индекс с HTML, это главная точка входа. И раутеры, store и стиль есть. Дальше, как выглядит application.rg, кто знаком с React, там очень похожая структура. У нас есть главный метод render, который содержит контейнер и какие-то уже дочерние компоненты. Также мы вверху монтируем раутер и store. Весь этот функционал идет с модуля Inesita Component. И потом в этом месте мы монтируем сам компонент к tag-body. Пример компонента, как я уже говорил, основной метод render, так же как в React. Классы мы для какого-то элемента задаем через точки, либо через hash параметров. И пропсы перекидываем тоже через hash. Все довольно-таки просто и логично. Пример store. Здесь у нас несколько методов для counter и increase-decrease. И как бы самоохранение состояния. К примеру роутера. Функционал берется с отдельного геомоиндизита роутера. И описывается обычными вот путями, как route.rb файли, какой компонент будет за какой роут отвечать. Также есть так называемые хуки для компонентов hook and unhook. То есть перед монтированием компонента и сразу после его демонтирования. Ну, здесь по ссылке можно посмотреть, какие есть интересные проекты и примеры кода. Как один из таких примеров реального проекта, это sprintpoker.io. То есть часто, возможно, сталкивались с тем, что на спринте нужно сделать планирование. И вот этот сервис может вам помочь. Он полностью open-source. Есть код на GitHub. В frontend там написано вот это Inesity. И backend там на Elixir. Здесь вот можно выбрать название сессии и в какой, ну, какой и метод исчисления мы будем делать свое планирование. Также можно подключиться по ссылке для мобильных девайсов и обычных. И все это в реал-тайме смотреть, как вот обновляется и делается голосование за какой-то новый таск и его планирование. Вот примерно вот так. То есть на каждый таск есть своя оценка и потом суммирование. Вот, в принципе, все. АПЛОДИСМЕНТЫ